Александр Васильевич, у нас с вами давно заведен жанр ответы на приветы. Я вам передаю привет от ваших или наших общих друзей, а вы пару слов отвечаете. Тем самым, во-первых, то, что вы привет получили, а во-вторых, им будет приятно. Хорошо. Сегодня я хочу передать вам привет от трех женщин. По очереди. Вот. Я их перечислю, а потом по очереди вы. Ради бога, давайте прям по очереди. Татьяна Сизова просила передать привет. И очень важно, если вы будете ей отвечать на привет, что вы упомянули, что она через пару дней устраивает фестиваль традиционный, за туманом. Может быть, вы скажете приветствие участникам фестиваля, когда будете говорить Татьяне Сизовой. Вторая очень просила передать вам привет Галочка Кукина. Она сказала, что вы для нее, так как и Саша Соломонов, и друзья, прямо как родные, близкие люди, передай, говорит Володенька, Александр Моисеевич, от меня привет. И третья барышня – это Ариэла Марина Меломед из Израиля, которая вам и аккомпанировала когда-то, и любит вас, и так далее, потому что она самая популярная бардесса из израильских на тех виртуальных встречах, которые устраивают либо в Сан-Диего, там за, либо Харьковчане, Риженко, или Ирочка Барабаш и так далее. И вот с Танечки Сизовой мы начнем передавать ответ на привет. Дорогая Таня, спасибо за привет. Я, извиняюсь, хочу сказать о вас в третьем лице, потому что я много лет люблю Таню Сизову, за что ее люблю, за то, что она вот тот светлый огонек, который в Чехии был, есть и, надеюсь, будет, свет, и который, значит, еще не вечный огонь над могилой авторской песни, надеюсь, а все-таки жизнь авторской песни, потому что вся жизнь авторской песни, сегодняшняя, завтрашняя, не говорю о вчерашней, в Праге, вся, слава Богу, связана с Таней Сизовой. Я думаю, что пройдут горькие времена, и мы еще увидим свет в конце тоннеля, еще вместе мы споем неоднократно, и я считаю большим подвигом ее личным, что она много лет в самых разных условиях ведет фестиваль за туманом, посвященный творчеству замечательного барда нашего питерского, человек, который, я считаю, незаконно рано, незаслуженно рано ушел из жизни, сколько бы он еще мог написать, моего давнего питерского друга Юрия Кукина. Я желаю и ей, и этому фестивалю, который проводится сегодня в трудных условиях, войны и отсутствия финансов, все-таки удачи, успехов, потому что это то немногое, то, что должно сохраниться в людских душах, эта песня Юрия Кукина. И действительно, и вот мой друг здесь, присутствующий, Александр Соломонов, и Таня Сизова, и масса еще других людей, которые будут в нем участвовать, я желаю вам крепкого здоровья и успехов в их благородном деле. Говоря о Юрии Кукине, значит, вот я вам передал привет от его музы, от Галочки Кукиной. Дорогая Галя, вот понимаете, значит, просто вот быть вдовой очень тяжело, очень плохо, но на вдове лежит большая ответственность, которой вы отправляетесь очень хорошо, а именно, вот я всегда всем пример ставлю Нину, которая тоже, к сожалению, что из нашей жизни, Нина Висборг, которая по существу создала нам второго Висбора, который стал легендой, мифом, который приобрел огромное количество почитателей, даже гораздо больше, чем тех, что она вела при жизни, и поэтому вдова продолжает творческую жизнь мужа и продолжает ее успешно. И вы, я надеюсь, тоже с этим справляетесь. Я вам желаю здоровья и, по возможности, счастья в наше не очень счастливое время, и очень вас люблю. Спасибо. Спасибо. Александр Васильевич, одну секундочку, сделаем паузу, вот почему. Мне бы хотелось, раз вы упомянули Сашу Соломонова, чтобы он был в кадре. В стране, где рвется все, что тонко, где растет забвение трава, не нужна влюбленная девчонка, а нужна надежная вдова. Лишь ее выпрашиваю Бога в темные глухие времена, потому что жен бывает много, а вдова как родина одна. Галочка, всего тебе хорошего. Да, Галочка. Ты не только вдова, то и муза Юры Кутина, которая вдохновила его на такое творчество, которое радует многих-многих наших русскоязычных любителей бардовской песни. А книга, которую Галочка слилла, настольная у меня. Молодец, молодец, очень хорошо. Это памятник. Правильно, молодец. Спасибо. Так, ну и третья у нас сегодня. Арианочка Марина Миломед. Марина Миломед, мы с ней дружим много лет, давно. Вот, она стала... Уже в ритмах получилось. Марина Миломед, дружим много лет. Да, Марина Миломед, мы дружим много лет. Вот, и я хочу сказать, что она была, если остается одной из самых ярких звезд на израильском небосводе. Вот, и слава Богу, она не теряет форму. Она участвует во всех международных мероприятиях. Она абсолютно лишена возможности состариться и никогда не будет старой. Всегда остается молодой, талантливый, привлекательный, в курсе дел и прочее, прочее. Марина Миломед, желаю тебе здоровья, 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 еще раз здоровья. Зайки Зунт. А все остальное у тебя есть. Спасибо, дорогой Александр Моисеевич, за внимание, которое вы уделили людям, которые передали вам приветы. Спасибо. Володя, можешь загадывать желание. Ты сидишь между двумя Александрами. Если хочешь, можешь тоже сказать пару слов. Ну, о чем мне говорить? Ну, хотя бы вот этих женщин. Вот ты хоть знаешь, что они сезон? Танечка, до скорой встречи. Я тебя очень люблю и очень рад возможности передать тебе привет. И Галочка, Галочка тоже. Слава Богу, у меня хватило ума позавчера тебе позвонить и услышать твой голос. Это было очень приятно. И надеюсь, что до встречи. О, спасибо. Всего всем хорошего. Спасибо, дорогой Александр Моисеевич. Еще долгих-долгих дней. Здоровья, счастья вам. Спасибо, дорогой. И Наташеньке вашей. Спасибо, Володя. Спасибо. Спасибо. Окей.